Временные переселенцы-инвалиды остались ночевать в приемной Одесской областной администрации. Люди требуют восстановить подачу электроэнергии в санатории Куяльник. Более 450 человек, многие из которых лежачие и больные, вынуждены жить без света и воды уже более суток. Был штаб, на который, если мы с вами говорили об открытости, вчера даже на штаб не позвали. Чей штаб был вчера? Штаб региональный, в облако-дминистрации. Инвалиды-колясочники, люди с психическими заболеваниями, инсулинозависимые, а также инвалиды по зрению, вынуждены требовать внимания властей экстремальными методами. Корпус, где проживают временные переселенцы, отключили от водоснабжения и электропитания за неуплату государством коммунальных счетов. Будем ночевать здесь, будем до конца тут стоять. А где же будете спать? На диванах? Не знаю, здесь где-то, на диванах будем спать именно. А если завтра тоже не дадут электроэнергии? Ну, мы еще будем сутки, еще потом. Мы сюда ехали, что-то обещали лифты отключить, но вроде как мы здесь, вроде лифт не отключили. Вот свет, сказали, дают, будут давать на два часа. Вы представляете это как? У нас там все больные. 15 часов сижу в коляске, вот у меня нет сил уже, я себя очень плохо чувствую. Людей всячески пытались отправить обратно. Кто едет на Куяне, находим за мной. Координатор по эвакуации вынужденных переселенцев Георгий Блащица уверен, проблему переселенцев просто игнорируют. Сегодня нам несколько раз еще сообщили то, что, вы видите, что к вам никто не пришел, так к вам никто и не придет. Чего вы здесь стоите? Если приемная для людей, значит, мы можем здесь воспользоваться тем теплом, которое здесь есть, вот, тем экономным электричеством, светом, подзарядить телефоны, которые невозможно подзарядить там. Вот, то есть ситуация, ну, такая, несколько раз были конфликты, людей довели до слез. 16 мая состоялся Координационный совет по вопросам временных переселенцев, на который не удосужились позвать даже представителей областных общественных организаций, работающих с переселенцами. Организационная за всю ответственность, всю МЧС. Хорошо, а администрация областная не заинтересована в том, что... Вы понимаете, вот это политика, вот такая вот. После протеста инвалидам пообещали восстановить подачу электроэнергии и водоснабжения по два часа в день. Люди называют такие подачки издевательством.